добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики ну что ж давайте продолжим тему одного прогона на сегодня у нас подопытный кролик виде кайнара 100 амперная батарея и спусковым током 850 ампер по ем я показатели снимал но снимал когда батарея была холодная к холодной 5 градусов на ней было тепло вот такие были показатели отогрел ее до 20 градусов прежде чем работ начать с ней работать и давайте снимем показатели еще раз чтобы это было на более наглядно 850 ампер ставим и сделаем замер так 21 процент батарейка уж что значит батарейка отогрелась 21 процент по суху по заряду также 0 и пусковой ток было 340 сейчас на текущий момент 394 ампера сопротивление 702 сопротивление было 815 на тот момент когда батарею привезли плотность 113 плотность я мерить не буду постараюсь этот ролик сделать как можно короче и нрц 1180 нрц 1176 ну чуть-чуть спешим сотые четыре сутки спешим на погрешность прибора так заряжать будем 57 вымпелом так вот у нас крокодилы по-английски крокодайл подключаем и переходим непосредственно к выпил вот у нас выпил ставим 3 ампера 3 ампера 3 ампера 2 и 8 пойдет 3 ампера и напряжение 17 вольт си бляха муха это не мать еще 17 и 1 так теперь делаем еще раз отключение включение включение включаем крокодил и включаем наш вымпел заряд пошел время у нас 35 грубо говоря без 85 сегодня как у нас число 31 января 31 января начинаем работать с этой батарейкой пауза затягивается все устанавливаю и следующее включение будет уже завтра что друзья как видим время заряда 17 часов принято 47 и три десятых ампера и 30 процентов заряда я приехал напряжение было 13 2 и ток я увеличил до 5 ампер работу продолжаем как видите время без 20 10 тоже продолжаем работку с кайнарчик а вот он у нас стоит пригорюнился продолжаем так но друзья смотрите 22 и 3 часа прошло семьдесят четыре процента семьдесят четыре ампера семь четыре восемь ампер в батарею влилось и 45 процентов всего заряда но это для тех сторонников кто рекомендует заряжать кальциевые батареи напряжением 14 и 8 вольт есть умники которые советуют вообще 14 4 вольта давайте посмотрим плотность в этой батарейке вот 11 13 была плотность в начале работы и за почти сутки у нас плотность выросла до 119 вот так вот видно до 11 напряжение 14 4 вольта 14 8 прошу прощения замечтался так это батареечка на нас их привезли вместе также вот батарейки не парные но проблема в том что это с трактора мтз ну здесь тракторист также видимо меломан любит музычку послушать и скорее всего на этой батарейки у нас висел висела магнитола эта батарея была в перезаряде повышенная плотность 129 после прогрева далее водички и зарядил эту батарею до 14 8 вольт как видим этой батареи хватило чтобы плотность пришла в норму 128 батарея пока отстаивается с этой продолжаем нашу нелегкую работу в конце рабочего дня сделаю еще один замер но придется вымпел отключить чтобы переставить его в автоматический режим дело в том что если я добавил на рабочим на работающим выпили ток либо напряжение как только прикоснуться к ручкам устройство переходит в ручной режим и оставлять в таком режиме зарядное устройство ну чревато вторичным электролизом так что давайте дождемся окончании работы сейчас около четырех время дождемся окончания кстати утром я показал свои часики оказывается не очень сильно отставали села батарейка батарейку поменял буквально на 40 минут часы отставали поэтому для любителей любители посчитать время сразу заявляю что на вот этих часах время было неправильно а пока торможу притормаживаю съемку что друзья заряд продолжается 26 часов и залито почти 93 ампера сейчас я эти показатели так 26 запишу и буду отключать заряд так как пора домой уже восьмую час сейчас покажу обои час часы пора собираться домой основную работу сделал которая была запланирована на сегодня это зарядная буду отключать и продолжу работу с ним завтра потому что длительный заряд он тоже на аккумулятор и действует не очень хорошо начинаются ненужные процессы которые нам желательно не активировать поэтому батарейку отключаем собираемся домой и завтра с утречка работу с этой батареей я продолжу так друзья прежде чем продолжить работу с этими батареями я хочу рассказать почему но и был избран именно такой алгоритм работы с этими батареями это первое и второе у меня были кое-какие предположения по вот этим батареям но это были предположения поэтому я дождался пока хозяин приедет заберет еще одну он привез две пары батарей с той парой я закончил работу и вот он буквально 10-15 минут тому назад отъехал и забрал и и я хотел проверить свои предположения и мои предположения они полностью оправдались ну давайте по вначале да давайте по предположению по моему когда я сравнил даты производства вот эта батарея 19 года и вот эта батарея 20 года изначально когда привезли эти батареи было понятно что на этой батареи на этом желтеньком кайнарчике висела какая-то нагрузка привез хозяин всего предприятия сейчас забирал именно и забирал его сын который непосредственно занимается с техникой хозяин предприятия но это фермерское хозяйство которое производит овощи для нашего региона довольно таки крупное хозяйство и я ему задал несколько вопросов по моим предположениям и они полностью оправдались да действительно у них на тракторе стоит магнитола и плюсом стоят какие-то фонари на крыше автомобиля возможно они также на 12 вольт он точно не знает но то что стоит магнитола это точно мое предположение было такое что первая пара была вот эти вот два кайнара именно эти два кайнара по дате производства видно что кайнары были закуплены осенью осенью уборочку они отработали их не успели высадить и на следующий год также до осени эти батарейки видимо слабенькая магнитола батарейки потихонечку высаживались как только батарейку высадили трактор не смогли завести замерили мультиметром по всей видимости только напряжение батарейка одна мертвая и решили приобрести эту эту приобрели тоже 230 день здесь 277 приблизительно дата производства рядом но раз разницы в год также приобрели новую батарею поставили все нормально еле пили все нормально обосрались и буквально называется также год отъездили отгоняли осенью загнали трактора двадцать первом году уже трактор заехал своим ходом сейчас нужно технику готовить пассивной пахоте тык-нек а трактор опять не заводится но слава богу добрались ко мне с полностью разряженной батареей а теперь вот переходим к тому почему мною был выбран именно такой алгоритм заряда в один проход но в один проход у нас не получается то есть передержка на заряде это то очень плохо влияет на батареи поэтому я вчера и прекратил заряд напомню батарея была полностью в ноль разряжена плотность 113 сейчас у нас плотность после 26 часов работы поднялась до 125 изначально я выставил минимальный ток 3 ампера для того чтобы у нас очень мягко прошел предзаряд первая стадия первая стадия когда у батареи очень большое сопротивление большое сопротивление в батарее ввиду того что пластины практически полностью забиты сульфатами и работает лишь небольшая часть пластин в этот момент батарея будет иметь огромное сопротивление и если выставить сразу изначально большой ток вымпел откажется заряжать ее какое-то время первоначально позаряжает как только та часть пластин которая свободно от сульфатов начнет выделять эдс вымпел этот эдс увидит он сравняется и будет писать что заряд окончен поэтому мы вначале прогнали тремя амперами потихонечку где-то 16 часов после этого можно было как только часть пластин очистилась от сульфатов ток я добавил увеличил до 5 ампер батарея нормально начало принимать заряд все пошло у нас как бы прекрасненько но заряд получался очень длинным очень длинным и я не решну оставлять эту батарею на ночь дабы ей не навредить потому что пластины еще не полностью у нас очищены от от глубокой сульфатации потому что эту батарею мало того что высаживали продолжительное время плюсом к этому сульфатация закрепилась тем что батарея была в отстое то есть техника не работала техника стояла и за счет саморазряда этот сульфат он закреплялся на пластинок сейчас естественным образом батарея отстоялась во время отстоя но заряд инертный он продолжается еще после отключения зарядного устройства в зависимости от емкости батареи от 6 до 12 часов у нас прошло 15 часов там 16 сейчас у нас 11 час дня или утра у всех по разному и теперь мы продолжим работу с этой нашей великолепной желтенькой лимонной батарейкой подключаем зарядное устройство видим нрc 13 и 4 после отстоя огромное нрc это явный признак того что у нас батареи стратификация существует стратификация то есть глубокое расслоение электролита то что мы сверху замерили 125 снизу у нас батарея полностью заряжена сейчас можно ее проверить тестером я этого делать не буду для меня это и так понятно батарея полностью заряжена тестер покажет полный заряд но расслоение у нас еще не убралось так как батарея у нас толком не кипела и сейчас мы будем убирать именно стратификацию настройки вчерашние и вот мы видим что напряжение начинает стремительно набираться и сейчас батарея после такого отстоя она легче будет набирать напряжение окончания заряда если мы вчера выезжали я не помню по моему 15 6 было на батарее или 15 4 сейчас посмотрю ролик и ну для меня это не суть важно мне важнее именно конечный результат вот сейчас прям на глазах батарея набирает вольтаж при том токе который мы задали еще вчера ну что ж а теперь будем дожидаться окончания заряда вот всегда хочу сделать ролики покороче но они у меня получаются какие-то чрезмерно длинная ну что ж давайте продолжим работу и уже по окончании заряда будем делать всевозможные замеры замеры и и замер чеки что друзья прошло прошла чертова дюжина после начала наш минут после начала нашей работы и как видим напряжение уже 16 3 то есть батарея во время отстоя самотеком самопроизвольно очистилась от пасть от пасть и хочу сказать от сульфатиков и энергии напряжение заряда начала стремительно расти по окончанию заряда а теперь вот на данном этапе нам нужно мониторить постоянно мониторить и контролировать плотность чтобы так только плотность дойдет до верхней границы окончание работы будет плотности для окончания работы выберем плотность 128 и на 128 мы работу будем полностью с этой батареи прекращать сделаем отстой и небольшой и будем мерить замерять плотность плотность мы уже замерили будем тестировать конвейчиком так ну продолжаем работу друзья подошли мы к важному моменту именно вот этого контролируемого перезаряда это называется контролируемый перезаряд для того чтобы убрать стратификацию и перемешать расслоение как видим напряжение окончания заряда у нас начала потихонечку падать но падает при том минимальном токе которые мы обозначили поэтому но мы запомнили что напряжение окончания заряда у нас 16 3 поэтому мы потихонечку делаем подпорку увеличением зарядного тока до 16 3 ds начала потихонечку выравниваться но на минимальных токах это не для батареи это не вредно как заявляют все производители минимальный ток номинальный вернее допустим до 10 процентов от емкости батареи но так как у нас батарейка это на новых батареях так как с возрастом батареи теряют свою емкость поэтому естественно вот эти вот показатели они должны потихонечку снижаться сейчас мы добавили 5 и 4 ампера и теперь давайте посмотрим плотность плотность у нас через 37 минут заряд у нас продолжается 37 минут уже начала подниматься она уже начала расти и сейчас у нас плотность уже 126 126 и каждые полчаса теперь можно чаще нужно будем делать замеры плотности пока она у нас не дойдет до 128 в принципе можно остановиться и на 127 127 с половиной отключать зарядное устройство полностью от батареи и ждать пока плотность у нас не поднимется уже естественным образом за счет инертности заряда дело в том что как известно батареи это у нас это химический элемент и в процессе работы в батареях про их проходит до 76 химических реакций конкретно при заряде у нас 16 химических реакций которые положительно влияют на показатели батареи условно эти реакции опять же мы если отделить у нас остается две химические реакции которые наиболее полезны для того чтобы батарея приняла все свои показатели в норму привива вернее и важно не проморгать тот момент когда мы начнем усиленного мать ds батареи вот когда мы его начнем усиленного мать выше нормы включаются те реакции которые нам абсолютно не нужны я их называю это вторичный электролиз при котором электролит начинает распадаться на свои составляющие то есть кислород водород сера часть уйдет электролита в воду и поэтому плотность уже перестанет расти она возможно даже будет понижаться но на пластинах будет образовываться налет из серой который уже практически потом нельзя убрать и в результате этого мы теряем батареи после перезарядов чем опасны перезаряды именно вот этим пока держим напряжение в радиусе 16 3 вольта подпираем небольшим небольшими подпорками тока потихонечку видим 16 3 все нормально как вы помните мы выставили в начале 17 вольт на зарядники перед началом работы себя то есть мы этой батареи дали возможность самой определить напряжение окончания заряда что она прекрасно и сделала вот данная батарея у нее напряжение окончания заряда 16 3 вольта почему я говорю что на разных на все почему я не могу дать какие-то шаблонные рекомендации вот именно поэтому что каждая батарея она индивидуально вот конкретно это она остановилась на 16 3 другая батарея возможно разгонится до 16 7 у 3 батареи 16 1 и очень важно определить вот этот вот это напряжение которое присуще именно этой батареи ну это как у любого человека допустим один может 15 раз отжаться по другой раз 10 другой человек 10 а 3 все 50 легко делает выжим хотя по структуре то все одинаковые похожи такие же кости такие же мышцы и кровь одинаковая то же самое в аккумуляторах поэтому какие-то шаблонные рекомендации я честное слово я боюсь давать нужно работать персонально с каждой батареи опять я удлиняю ролик то ее перный театр ладно все останавливаем что друзья прошло прошел часть 32 он дано 8 ампер и вот только что у нас начал начало падать напряжение давайте сделаем еще чуть-чуть небольшой подпорчик вот так вот 5 7 ампера и давайте замерим плотность я уже мерил это хочу продемонстрировать вам плотность у нас уже достигла 127 127 чуть-чуть плотность даже ниже черточки ниже точки я называю эту точкой поэтому я думаю еще полчаса работы и можно будет отключать наше зарядное устройство что еще хочу сказать донести чтобы донести свою мысль в том плане хочу ответить почему я работаю на вымпевых 27 в в частности потому что иногда в определенных случаях в определенных ситуациях это зарядное она подсказывает когда нужно прекратить работать с батареей потому что работа постепенно переходит в издевательство и как выпил подсказывает нужно что заряд окончен это говорит о том что ds выровнялась и но опять же нужно смотреть какие напряжения какие токи у нас на этом зарядном устройстве уже исходя из этого отключать нужно обязательно и давать отстой многие говорят я продолжаю работать на невзирая на то что написано здесь при заряде важен именно человеческий фактор не нужно уповать на автоматику автоматика она может где-то отказать где-то пока возможно показать какие-то неправильные значения повторюсь что каждый батареи нужен отдельный подход отдельный подход и работать с каждой батареи нужные дела индивидуально ну вот в частности с этой батареи мы работаем именно таким образом но это не говорит о том что у всех кальциевых батарей будет будут вот примерно такие значения да нет конечно блин не то хотел сказать друзья ну надеюсь следующих роликах я все-таки как-то сформулирую свою мысль и постараюсь ее до вас донести пока не начинаю запись в голове вертится все правильно как только начинаю запись куда эти мысли вылетучиваются как кони так еще раз хочу напомнить этим хейтером которые говорят о том что я пишут вернее о том что я иногда заикаюсь что лью воду вместо того чтобы показывать заряд указывают мне на то что у меня пыль на зарядниках ребята вот это яма в которой находятся все заблокированы она очень глубокая так что можете писать с огромным удовольствием с огромным удовольствием вас туда отправлю комментарии по делу с аргументами с фактами еще с чем-то они короче плохие комментарии удаляю и авторов блокирую как-то так пока эта мысль не улетела с моей башки основным показателем основным фактором заря заряженности батареи является как бы там ни было все-таки является это показатель плотности то к чему мы идем и то что нам выдает прибор она может быть иногда даже опасно то есть не то что неправильным она даже может быть опасным вот сейчас у нас в эмпе он возможно не придет к тому что и не подскажет нам что до заряда кончено дс выровнялся потому что изначально мы выставили напряжение завышенное 17 вольт поэтому нам остается только мониторить плотность и при достижении тех параметров которые нам нужны отключать зарядное устройство вымпел он может четко сработать при после того как мы выставим то напряжение которое нам допустим требуется 16 3 без всякого запаса и по достижении 16 3 вольта начнется снижение зарядного тока и в определенной ситуации вымпел нам подскажет чувак все достаточно уходим в отстой но в нашей ситуации вот допустим сегодняшний мы просто доигрываем тот процесс который начали если перевести на самогона варенье то этот процесс брожения как только мы поднимем кислоту которая у нас под действием гравитации накопилось на дне аккумулятора как мы только эту кислоту перемешаем дальнейший заряд нужно немедленно прекращать иначе мы навредим этой батареи пока опять отключаюсь подъехал клиент подъехал клиент буду доставать пироги хлеб с солью и встречать его друзья с момента начала работы прошло два часа двадцать минут в ось 12 6 ампер батарею и показывает 60 процентов заряда батареи но этому показателю нам доверять не стоит так давайте замерим плотность плотность у нас 128 128 полных поэтому мы отключаем зарядное устройство так давайте наверное вот так вот отключаем и сделаем замер тестером немедленно моментально так вот у нас потому что после обеда мне у меня наверно не получится сделать отстой батареи после обеда должен приехать хозяин владелец этих батарей завезет мне немножко наци нашей национальной валюты рассчитается со мной этим показателем нам доверять не стоит который мы произведем сейчас я это делаю на тот случай если мне не удастся сделать отстой этой батареи так 800 850 ампер батарея 19 года батарея показывает 82 процента по суху 770 ампер пусковой ток 358 сопротивление 1429 нрц нрц такой высокой не удивительно не прошло и минуты как мы сделали замер тестером если удастся сделать двухчасовой отстой хотя бы двухчасовой отстой я этот ролик дополнил если не удастся но я думаю что процентов до 90 это батарея в районе 90 может 87 88 а может и все 90 батарея это выгребит после отстоя отстаиваться ей надо минимум 10 часов и батарея пойдет опять улетит опять в работу будет заводить свой любимый трактор кайнар неплохие батарейки соотношение цены-качество в этих батареях на неплохом уровне учитывая то что батареи уже треть два с половиной грубо говоря два с половиной года показатели даже 85 процентов я считаю что это отличный показатель на этом ролик будем заканчивать потому что он опять у меня получился почему-то очень длинный всем добра удачи здоровья всего самого наилучшего берегите свои батарейки так ну вот прошло два с лишним часа и за этой батареи приехали приехал владелец батареи значит вот наши показатели 88 процентов по суху 800 пусковой ток и 345 сопротивление ну батарея еще полностью не отстоялась я думаю что до 90 процентов по суху это батарея дойдет и пусковой должен быть увеличен да ну я думаю до 820 ампер эта батарея все-таки дойдет но теперь всем пока всем удачи